Зима все чаще пробует свои силы, понемногу оттесняя позднюю осень. В календаре народных праздников существуют даты, когда природа официально переходит к зимнему сну. В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Велесова ночь. Для многих ночь с 31 октября на 1 ноября ассоциируется с Хэллоуином, западным праздником в канун Дня Всех Святых. Но мало кто знает, что славянской традиции на эту дату приходится свой праздник – Велесова ночь. Считалось, что именно в это время вся живая природа погружается в сон. Земля отправляется на покой, в котором будет пребывать, пока ее не разбудит первая весенняя оттепель. Все работы в огороде и поле к этому дню должны быть завершены. На Западе ночь в канун Дня Всех Святых всегда считалась праздником. Древние кельты жгли костры и пировали, оставляя подношения предкам. Сегодня современные американцы калидуют, смотрят ужастики и веселятся. Почему же тогда наши предки предпочитали в эту ночь не выходить из дома, не разговаривать с незнакомцами и зажигать как можно больше свечей? Славяне верили, что помимо нашего мира, мира Яви, существует и мир Нави – мир духов, злых и добрых. И в ночь перехода от осени к зиме граница между мирами истончается, и духи могут свободно гулять среди людей, а люди попасть в мир духов. Стражем же пути между Явью и Навью традиционно считался бог-чародей Велес. В этот день славяне предпочитали не выходить из дома. Они верили, что каждая дорога в Велесову ночь меняется и ведет неосторожного путника ни туда, куда он направлялся. По этой же причине новое знакомство в такое время считалось дурной приметой. Встреченный в этот день человек не может принести в вашу жизнь ничего хорошего, зато с ним придут беды и несчастья. В Велесову ночь наши предки предпочитали проводить в кругу семьи. Зажигались праздничные свечи, защищающие от злых духов. На порог и подоконнике клали рябиновые ветви. Во дворе до самого утра горел костер. Считалось, что вместе со злыми духами в этот день приходят и умершие предки, поэтому Велесова ночь традиционно считалась семейным праздником. За столом с богатой трапезой, за которым собиралась семья, стояла лишняя столовая утварь для тех родственников, кто решил навестить потомков. Велись тихие разговоры. Если вы вдохновились историей предков и решили отметить Велесову ночь, постарайтесь насладиться жизнью, почувствовать все ее прелести. Вкусная еда, приятные разговоры, уютная атмосфера – все это должно напоминать вам о том, что вы живы, и мир Нави встретит вас еще не скоро. Редактор субтитров А.Семкин